В этом видео ты узнаешь, как создавать подобные оптические иллюзии буквально за пару минут. Для начала небольшая предыстория. В середине сентября пользователь Reddit опубликовал два изображения — шашечный город и спиральную деревню. Он создал их с помощью Stable Diffusion и плагина ControlNet, который позволяет генерировать картинки на основе другого изображения, сохраняя позы, детали или очертания. Работы с Reddit разошлись по интернету, и пользователи принялись генерировать свои вариации. Постепенно спирали и шашечки сменили очертания рисунков, слов и даже мемов. Поскольку не у всех есть возможность запустить Stable, я покажу, как это сделать в Leonardo с помощью ControlNet и функции Pattern to Image. Перед тем, как генерировать, нам потребуется найти или создать чёрно-белую картинку с текстом, узором или логотипом. Главное, чтобы исходник был в хорошем качестве и контрастными краями, тогда и результат получится как надо. А чуть дальше покажу, как создать исходник в самом Leonardo и сразу начать генерировать, не отходя от кассы. Поэтому обязательно досмотри это видео до конца. Итак, переходим на страницу Image Generation и находим вкладку Image Guidance. Это новая вкладка, которую разработчики добавили недавно и переместили в неё ControlNet и Image Prompt. Полностью новый раздел мы рассмотрим в другой раз, а пока рассмотрим то, что нам необходимо. Чтобы активировать ControlNet, нам необходимо добавить изображение в одно из этих полей. Добавить можно как с компьютера, так и переместив изображение прямо из браузера. После добавления изображения у нас отображаются дополнительные элементы управления. Здесь мы можем выбрать тип ControlNet, который мы будем использовать, также настроить его силу влияния. Одно из приятных нововведений — это иконка, которая позволяет автоматически преобразовать соотношение сторон в настройках нашей будущей генерации. Нажимаем, и у нас автоматически меняется разрешение. Открываем выпадающий список и находим пункт Pattern to Image. Здесь у нас есть небольшое описание подсказка, которая гласит, что этот режим хорошо работает с изображениями, где чёрное на белом, или же с изображениями, где достаточно тёмные и светлые участки. Силу влияния референса я советую сразу поставить на двойку, так края нашего трафарета будут видны более чётко. В моём случае я оставляю ту модель, которая у меня выставлена, добавляю промпт и нажимаю Generate. Спустя несколько секунд мы получаем вот такие результаты. Вроде всё неплохо. Вот это мне нравится больше. Если результат устраивает, отлично. Если нет, возвращаемся обратно в Image Guidance. Изменяем настройки. Можем изменить промпт, а также изменить модель. И сгенерировать заново. Вот мы получили другие изображения с другой моделью, но тем же промптом. Да, в принципе, очень даже ничего. С логотипами и иконками всё понятно. А что будет с текстом? Перейдём в какой-нибудь графический редактор. В моём случае это фигма. Создадим рабочую область и пропишем какой-нибудь безобидный текст. Здесь я видео немного ускорю, для того, чтобы не затрачивать слишком много времени. Сохраняем изображение. Переходим обратно в Image Guidance. Добавляем наше изображение, которое мы только что создали. Выбираем из этого списка снова Pattern to Image. Выставляем на двойку. И не забываем нажать иконку Set Aspect Ratio, для того, чтобы преобразовать наше соотношение сторон в корректное. Прописываем промпт. Допустим, зефирные облака. Нажимаем Generate. И как мы видим, у нас получились вот такие не очень хорошего качества изображения. Итак, что мы можем сделать? Мы можем вернуться обратно и попробовать уменьшить силу влияния нашего трафарета. И нажимаем Generate ещё раз. В этот раз получилось получше. Отлично. Думаю, здесь разобрались. Теперь давайте покажу, как подготовить исходник в самом Леонардо. На главной странице мы переходим в раздел AI Canvas. На панели инструментов слева мы находим инструмент Text, название которого говорит само за себя. Выбираем его и на пустом месте нажимаем левой кнопкой мыши. У нас появляется текст, который мы можем отредактировать. Шрифт оставим тот, который есть. Ничего особо изменять не будем. Поместим его сюда. Пропишем наш промпт. И что мы делаем дальше? Здесь мы выбираем модель, с которой будем генерировать. А здесь в Canvas Mode обязательно выбираем режим Image to Image. После того, как мы его выбрали, опускаемся ниже и находим раздел Control-Net. Включаем. У нас появляется выпадающий список, в котором мы выбираем пункт Pattern to Image. Но так как здесь не обновили Control-Net, здесь максимальное значение остаётся на единице. Его и оставляем. Другие настройки можно не трогать. И перед тем, как нажать Generate, мы должны убедиться в чём правильно. Мы должны убедиться в том, что у нас белый фон. Потому что у нас Pattern to Image работает хорошо, когда написано чёрным по белому. В данном случае у нас белый текст. А если фона никакого нет, то нейронка воспринимает это как чёрный. Следовательно, если мы сейчас нажмём генерировать, у нас начнётся генерация по чёрному. То есть вокруг текста. Как это исправить? Выбираем снова инструмент Text. Выбираем наше слово. И меняем его на чёрный. После того, как мы изменили цвет текста на чёрный, мы выбираем кисть. Выбираем цвет белый. И начинаем закрашивать нашу область. Отлично. После того, как закрасили, мы выбираем наш слой с белым цветом и переносим его на слой ниже. Это можно сделать с помощью горячей клавиши, которую видите у себя на экране. Отлично. Теперь всё правильно. Нажимаем кнопку «Генерировать». И вот мы получили нашу неоновую вывеску на кирпичной стене. Но этот вариант мне нравится меньше, поэтому оставим вот этот. В данном случае меня результат устраивает. Теперь покажу, что будет, если всё-таки написать белый текст абсолютно без фона. Выбираем снова наш инструмент «Текст». Кликаем по пустому месту. Прописываем наше название. Немного увеличим. И просто нажмём на кнопку «Сгенерировать». И вот что у нас получается в итоге. Просто какая-то каша. То есть он даже не пытался. Поэтому всегда проверяйте, чтобы у вас фон был белый, а текст был написан чёрным. Что мы можем сделать ещё? Мы можем удалить наш текст, взять нашу рамку, отодвинуть немного подальше и добавить другое изображение. Допустим, мы хотим сделать изображение какое-нибудь 9х16. И тут мы понимаем, что у нас много пустого пространства снизу и сверху. Также берём белую кисть и закрашиваем наши пустые участки. Вставляем промт и запускаем генерацию. Тортик мне определённо понравился, поэтому оставляем его. Вот такие интересные иллюзии можно создавать с помощью Control.net и его функции Pattern to Image. Все ваши вопросы, предложения и гневные сообщения жду в комментариях под этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok